ГОСПОДЬ Вот чтобы приобрести духовника, наставника, нужно потрудиться, нужно походить, поискать, повыбирать, это предполагает усилие, может быть даже поездить, это предполагает усилие, труд, стабильность, понуждение. Так не бывает, что вы сидите дома, смотрите сериал, звонок в дверь, открываете, там стоит голубоглазый духовник с беленькой бородкой, говорит, я пришёл. Так же и со Христом, вы хотите быть чадом Христа, нужно понудиться, нужно понудиться, поискать Христа. А не так, что вот я сижу в расслаблении и жду, когда же Он придёт и меня спасёт. То Он уже столько сделал для нас и каждый день делает. Но дальше уже просто формат бессовестности начинается. Христос каждый день происходит в тысячах, миллионах храмов, литургия происходит, которая начинается с проскомидия, где Господь опять убивается, раздробляется, проколается копьём, истекает кровь в чашу. Мы причащаемся. Он вот так уже сколько сделал и делает каждый день. Когда Сафроний Сахаров молодым ещё человеком искушался во время Первой мировой войны, столько боли, столько крови, столько смертей, несправедливости. А где же ты? И Христос ему явился, висящим на кресте с пронзёнными руками, истекающей кровью. И говорит, это ты за них распялся, или я? Это я за них распялся, и по сей день я там, на кресте. А ты говоришь, где же я? Ты всего лишь меланхолично переживаешь за судьбы мира. А что конкретно ты сам сделал? Ты всего лишь переживаешь, да, слёзки капают, обвиняешь всех и вся. А что конкретно ты, как маленькая клеточка общего Адама, что ты сделал, кроме того, чтобы искать виноватых? Найди в себе вину. И поэтому Христос сделал уже столько, что, ну, просто дальше, говорю, начинается формат бессовестности, когда мы Ему ещё что-то предъявляем. Где же ты? Это Он может нам спросить, где ты? Я тебя жду. Сколько я тебя жду? А где ты? Я тебя жду.